Приветствую всех! С вами Низирамас и я начинаю новое прохождение паразитов 2 довольно необычное для моего канала как вы могли заметить по самому началу ролика у меня тут установлен другой эмулятор который позволяет мне надо же настроить все точняк так это не надо это не надо и тут на вот так по моему вот так в общем будем делать заход на ачивки я так мельком посмотрел какие там доступны большей степенью там самой сложности что я прям опасаюсь это надо боссов без урона проходить с того что вот я видел потому что на сайте где эти ачивки введены там естественно не показываются ну я вот не знаю я не очень помню есть ли какие-то прям жесткие скрытые ачивки которые прямо сейчас постарайся как-нибудь получить ну на самом деле смотреть мне сейчас сюда не надо это я так для интереса зашел ну посмотрим по моему я там не видел каких-то ачивок на тренировку поэтому мы сваливаем но если что возможно если я там после акрополиса все-таки обнаружил внезапно какую-нибудь ачивку то я выполню ее на тренировку уже с м4 а 1 так ну естественно мы пропускаем ролики потому что это не сюжет и прохождение сюжет у меня есть где я ничего не пропускаю все ведет себя как надо кстати пару секунд так ладно не могу здесь это поправить да и не факт что оно будет работать ладно не критично ну пока я буду проходить как обычно просто еще и на я иногда стараясь боссов без урона пройти потом буду периодически смотреть может быть что-то жесткое пропущу нет не этот а вот вот у тебя по моему да давайте так и быть поговорим ну и разумеется сходим за ключиком потому что ключ нам сто процентов нужен ну и патроны нам конечно же тоже нужны сравнительно давно я кстати говоря не играл чистую новую игру я последнее время играл ну всякие там баунти скаленджер и так далее даже чуть-чуть кошмар пробовал но особо далеко это не зашло не попал а я попал хотя стоп давайте поговорим тоже смысле не могу столько говорить я как-то мимо триггер прошел не это мне прог unrest я мест л как говорится смешно тебе для штука убедить босса стрэнджера в кафетерии без получения урона и даже забыл что это считается за босса я почему-то только а про 9 подумал убедить мультирующую женщину в кафетерии забрать металлический имплант тебе норм вообще тварь ему норм вообще норм мне кстати говоря надо будет пинцелинку найти в обязательном порядке и использовать ее на 9 я не помню я брал или нет по моему брауну ничто мне не мешает еще раз взять пока сохраняться не буду сейчас это ни к чему так что у нас по территории у нас снова враги кто бы сомневался насколько я помню тут нет никакой ачивки на полную зачистку локации чтобы сто процентов хотя может быть и если не обращал внимание так что погоди я хочу с собой не ту сражаться я хочу с тобой сражаться в том помещении стимулятор кстати скорее всего не буду брать из этой комнатушки потому что стимулятор мне пригодится только на втором диске на первом диске никого вообще не будет кто стимулятор требует вообще ни разу насколько я помню сказать что будет чуть посложнее на этом уровне сложности то есть на стандартном это конечно же то что у меня не будет вообще никакой возможности прокачать много энергии потому что энергия стоит до хрена я типа могу вот так сделать но это много поэтому в этом прохождении мне надо будет очень хорошо следить за тем чтобы брать нужную энергию потому что всю можно прокачать только на баунти или на кошмаре и то на кошмаре я не полностью уверен но скорее всего можно вон и можно на баунти точно знаю я сам так делал по моему даже можно без траты предметов с фонтаном не пока делать ничего не надо еще успеется хэдшот тебе в спину так вот это пенициллинг она мне очень пригодится на финального босса акрополиса то что и то что я узнал про пенициллинг и так далее просто вынесло мой мозг моральный физически потому что я охренел от такого поворота что использовал в пенициллинг у а я будет под ее воздействием до конца боя аж черт рыба исчезни отсюда пожалуйста берем куртецкую куртецкую стоп я использую одну лечилку потому что потому что надо так загадить сколько у меня сюда gps поставлю пускай будет а сюда перцовка он же перечный спрей а сюда пенициллинг а можно вот это взять я обычно не перезаряжаю вот так вот оружие в в бою прям через карман но вдруг пригодится берем гранаты кстати я его лечилку вот сейчас потратил чисто чтобы место освободить и ну это конечно мощный урон не то что носковой инжири и растворилось я тридцатки крит у меня проходит но будет я так понимаю видимо да еще одна лечилка ну здрасте приехали только избавился от лечил мне лечил куда ну вот люди бывшие сейчас идем разумеется сюда ой спасти рупертов часов ну правда триггер мне кажется чуть чуть раньше на настроили чем должно бы быть потому что должно быть после к сцены ну да ладно на бомбу ничего нет то есть м что за бомб м карточку это было логично про бомбу кстати немножечко удивился как вы шашлыки да 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 ну нормально 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 сойдет хорошо больше тут кстати не очень представляю что можно ну только финального босса вот этого судить без урона типа и просто убедить а кроме этого да я не уверен что в принципе что то есть так вопрос игра понятно 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 все с вами игра перкинется будет одна из вещей которых я буду прокачивать вторая из вещей будет это некроз разумеется потому что некроз это лютая имба и вообще не контрится я надеюсь у меня есть еще патронов хватит дойти до сохранения чем не до сохранения а до этого надо пополнение боеприпаса гидра гидра пригодится на босса какого-нибудь спать всего 5 кп не хватило чтобы он сдох да гениально еще пенцилинг кстати я забыл что вторую дают я думал тут всего ну дают настолько редко ими пользовался оказывается вещь полезная я пойду через эту сторону ставлю ключ и тут мы разумеется вот это возьмем все есть спать право вставать и тебе товарищ монстр никто не давал сколько помню вот этот ключ добавляет монстров но не здесь то есть не там где уже заселена там где уже типа зачищена поэтому я спокойно сейчас ставлю этот ключ захожу сюда чтобы проще было справиться с монстрами а здесь конкретно в этой комнате игра начинает что-то проседать вот этих выстрелов я это помню еще на самой playstation было почему-то конкретно здесь движок не вывозит стрельбу с этого оружия вообще без понятия почему такой грустный писк эта дверка издает наверное после того что руперт не сделал не вставай она того не стоит как товарищ карась ой еще гидра я даже не знаю на кого мне гидру тратить хотя а зачем мне ее экономить я все равно дальше уже пойду не с девяти миллиметрами так что скорее всего я сейчас ее на босса этого и потрачу потому что дальше то у меня будет уже 5.56 так и хочу заодно показать безопасное место для борьбы с этими гигантами надо зайти через вот это место и надо как-то встать так чтобы он дальше не пойдет видите он не может идти и он сразу начинает издевать если иметь какое-то оружие с мощным выстрелом или вот так хотя нет так нет это на оружие распространяется когда издевает с оружием крик проходит видите он вообще не идет то есть просто с этой локации если вот так зайти то даже на кошмаре можно вообще спокойно косить так и пока помню а то я все время забываю вот здесь вот у нас лежит баночка то есть бутылочка да ты угораешь играть ты чё сейчас больно и офигевать со своего количества предметов в общем сейчас идем так у меня сколько патронов парабелума а нормально 380 патронов я даже заполняться не пойду я только сохранюсь перед девятым чтобы если у меня задамажит чтобы я мог переиграть было хорошо я поймал конечно плохо что я поймал еще и урон не на этом уровне сложности мне силки беречь вот и все еще гидра ну офигеть уже 5 обоим гидры для этого автомата мне кажется девятый сейчас пожалеет о том что он существует я наверно вот это вкачаю а вот это сколько 500 не подходи а то еще подходит ко мне существо неадекватное так ну вот сюда разумеется тоже заходим потому что здесь находится у нас что-то интересное в виде очередной стычки с противником здрасте приехали как говорится а я точно я прокачал второй уровень я думаю что я ваншот вот эту штуку я же блин ее прокачал естественно перкинез прокачал естественно я ваншот чуть верят фигню я даже не уверен что сейчас 9 миллиметров в принципе понадобится на босса потому что я сейчас его с гранатомета буду хреначить с перкинеза буду хреначить потому что в этой форме он не защищен от перкинеза когда он поставил А, поднять мост и победить лосось. А почему мне дали эту ачивку, если я лосось еще не победил? Офигеть, сколько у них хп. Если их не давить, то... У них где-то 80 хп. Это офигеть можно, я в шоке. Минус дверь. Да, и пофиг. Да, тут какой-то ракурс есть. Так, ну и сейчас сохраняемся. Насколько... У меня почти 800 опыта. Так, сюда гидру. Да, парабеллу можно вообще выкинуть, потому что нафиг он нужен. Так, только мне сначала надо взять. Кстати, я, пожалуй, хочу все-таки действительно вот эту штуку для начала взять, а потом уже другую. Ну, а в центре миста я, разумеется, возьму себе М4А1, потому что... Кстати, погоди. А вот на это что скажешь? Что, уверен? Не, конечно. Какая-то будет. Пофиг. Какой-то будет. Какой-то будет. Удаль. Надо смотреть, ксетки не хватило. В общем, победить девятого голема на башне Акараполиса и победить его же без урона. Вообще изи, как говорится. Даже провод не понадобился. Не, ну это серьезно. Я после того, как проходил его на всяких там других сложностях, тут этот уровень сложности кажется настолько изичным, что я просто поражаюсь. Ну, естественно, все пропускаем. Гранаты мы с вами потратили. Гранаты нам все равно были не особо нужны. Так, это я просто уберу. Это я выкину, это я выкину. Это я возьму, это я возьму. Девять гидро я пришлось потратить. Охренеть, я просто разорен. Так, и давай-ка сразу входим к Джоде. Рассказывай, подруга, что у тебя есть. Ага. Ну, вот все. Вот это бы я, наверное, взял и парочку вот этих. Так, я сделаю сохранение и заканчиваю на этом первую серию нашего паразита ИВ-2 с ачивками. Я надеюсь, что я ничего не пропустил. Ну, хотя, если там есть какая-нибудь ачивка прокачать всю энергию, то это точно мне надо будет еще на второй раунд идти на баунти, потому что на первом раунде, по-моему, вообще никак нереально. Тут слишком огромные цены. И врагов крутых нет. Ну, в плане вот этого, врагов уровня баунти. За кадром я посмотрю, собственно, нужно ли мне в тренировке что-то делать. И на этом я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих сериях. Всем пока.